Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Сыграны матчи 1-32 финала Кубка Беларуси по футболу. Речицкий спутник в гостях у Виктории из Марьиной Горки победил со счетом 3-2. Представители Речицы проходят в 1-16. Остальные клубы нашей области, которые выступали в 1-32 финала, выбывают из борьбы за кубок. Светлогорский химик уступил Ашмянам БГУ ФК, а Мозорский монтажник Новополоцкому Нафтану. Оба матча закончились минимальным поражением. Напомни, еще один гомельский клуб «Локомотив» прошел в 1-16 автоматически. В прошлом сезоне железнодорожники добрались до четвертьфинала, где проиграли в двух матчах в Витебску. В Гомеле стартовала спартакиада по гребле на Байдарках и Каноэ. На старт вышли более сотни гребцов 2004-2005 годов рождения и шести регионов Беларуси и Минска. По итогам соревнований лучшие спортсмены получат шанс попасть в резерв сборных команд Беларуси. Гомельскую область представляют сильнейшие спортсмены региона и победители республиканских турниров. Павел Харамецкий, Анна Наледько, Устинья Добролет и сестры Дарья и Анастасия Селюковы. По результатам первого дня гомельские киноисты Илья Верещака и Николай Жуковец стали чемпионами на дистанции в тысячу метров. Динамовский чемпионат по мини-футболу среди силовых и правоохранительных органов завершился в Гомеле. В турнире участвовали 11 команд. По итогам соревнований третье место заняла команда Департамента охраны Министерства внутренних дел. Серебро досталось сборной областного управления МЧС. Победителем чемпионата стала команда военной части 1242. Отмечу, в прошлом году Викторию одержала команда управления комитета государственной безопасности по Гомельской области, забрав переходящий кубок у команды областного управления МЧС. Малые европейские игры прошли в агрогородке Новая Гута. Они собрали 240 участников в возрасте от 6 до 14 лет. В соревнованиях участвовали воспитанники специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва и ее филиалов, а также учащиеся новогодской средней школы. Юные спортсмены соревновались в легкоатлетическом многоборье, в которое вошли четыре вида. Метание мячей, бег, прыжки в длину, отжимания для девочек и подтягивания для мальчиков. Также все спортсмены участвовали в легкоатлетической эстафете и перетягивании каната. Самые маленькие участники соревнований с 6-7 лет определяли лучшего в игровой эстафете Спортландия. Всего на соревнованиях разыграли 90 медалей. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.